В эфире игра Ума Палата. Каждый из игроков надеется уйти сегодня победителем, но шансы невелики. Игрокам придется забыть о дружбе и симпатии, ведь только один сможет забрать сегодня заработанные очки и вырваться в финальную игру за денежный приз в 100 тысяч рублей. Имя чемпиона мы узнаем в конце телесезона. Познакомимся с сегодняшними героями. Представьтесь. Иванов Владислав, студент филологического факультета. Соколов Михаил, студент химического отделения СВФУ. Владислав, что вас заставило поверить в то, что вы можете победить в нашей интеллектуальной игре? Честно говоря, я себя прямо таким интеллектуалом не считаю, но мое окружение строго в этом убеждено, поэтому именно с их поддержки я решил поучаствовать в этой игре. Михаил, азартный ли вы человек? Попадали ли вы когда-нибудь в азартные ситуации и всегда ли выходили из них победителем? Я человек действительно в каком-то роде азартный. Играть люблю. Конечно же, проигрываю и выигрываю. Но я все-таки считаю, что в игре главное не победа, а участие. За этим я и здесь. Итак, приступим. Правила нашей игры. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за выход в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов. Проигравший покинет игру. А теперь жеребьевка. В этом ящике находятся два шара. Красный и синий. Тот, кто из вас вытянет красный, будет отвечать первым в первом раунде нашей игры. Приступайте. Итак, Михаил, вы будете отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы будем приступать. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Михаил, вы начинаете. Вы готовы? Да. Итак, первый раунд. Михаил, сколько всего в зубов у обычного человека? Владислав, каким символом обозначается химический элемент железа в периодической таблице? Феррум. Михаил, вы можете видеть свое отражение в зеркале, потому что свет... Отражается. Верно. Владислав, кто написал роман «Герой нашего времени»? Верно. Михаил, каким символом в математике обозначается... Верно. Владислав, чему равно отношение пути к времени? В деленное на Т. Неверно. Скорости. Михаил, кто правил после Петра Второго? Александр Первый. Неверно. Анна Иоанновна. Владислав, что физики измеряют в кельвинах? Ток. Температуру. Михаил, как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая ее пополам? Гипотенуза. Неверно. Бисектриса. Владислав, четвертая по счету планета Солнечной системы это... Земля. Марс. Михаил, по какой шкале измеряют мощность землетрясений? Пас. По шкале Рихтера. Владислав, какая из этих стран является светской Саудовской Аравии, Иран, Турция? Турция. Верно. Михаил, сколько существует основных законов Ньютона? Три. Верно. Владислав, кто является автором романа, кто виноват? Чернышевский. Неверно. Александр Герцен. Михаил, каким символом обозначается золото в передвижской таблице? Верно. Владислав, сколько пар хромосов включает геном человека? Тридцать шесть. Двадцать три пары. Михаил, кто возглавил восстание декабристов, которое состоялось в декабре 1825 года? Сергей Трубецкой. Владислав, какой роман начинается с фразы? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Верно. Первый раунд завершен. И общая статистика выглядит следующим образом. В течение первого раунда вам было задано 18 вопросов. При этом Михаил дал пять верных ответов. Владислав, четыре. И это означает, что именно Михаил будет отвечать на вопросы первым во втором раунде. А значит, у него будет серьезное преимущество. Я оглашаю правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки этого игрока. А значит, если победитель первой игры будет на все вопросы отвечать верно, то он не даст сопернику ни единого шанса. Проигравший по итогам двух раундов покинет игру. Михаил, Владислав продолжают схватку за главный приз нашей интеллектуальной игры – 100 тысяч рублей, который выиграет самый умный в уме палаты. Финалисты определятся по итогам всех отборочных игр в конце нашего телесезона. Михаил, когда в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Брандт открыл этот элемент, он был поражен его свечением. Новое вещество получило... Верно. Какая страна по площади самая большая? Верно. Как называется литературное произведение, где персонаж бросается под пояс? Анна Каринна. Верно. Как называется место, где река впадает в другую реку, море или озеро? Мустье. Верно. Какая страна является родиной Олимпийских игр? Греция. Верно. Как называется китайская валюта? Юань. Верно. Виды какого города можно увидеть на российской купюре достоинством в тысячу рублей? Санкт-Петербург. Неверно. Ярославль. Владислав. Сколько времени потребовалось Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, чтобы выйти на орбиту Земли? 8 минут. 89. Неверно. Михаил. Сколько раз Монализа была украдена? 3. 5. Владислав. Сколько лет длилась Столетняя война? 113. 116. Михаил. В каком году был запущен Google? 2002. 2002-й. В 1998 году Владислав. Самый распространенный элемент в земной коре? Фосфор. Неверно. Кислород. Михаил. Какой греческий богинь был посвящен Парфенон? Верно. В каком году интернет стал общедоступным? 1998-й. В 1993-м Владислав. На скольких холмах был построен древний город Рим? На трех. На семи. Михаил. Кто нарисовал фреску «Тайная вечеря»? Пас. Леонардо да Винчи. Владислав. Кто расписал сикстинскую макапеллу? Леонардо да Винчи. Микеланджело. Михаил. Наряду с Хиросимой. Какой японский город пострадал? Магастаки. Верно. В 1996-м году овца стала первым млекопитающим клонированным взрослой соматической клетки? Долли и Молли. Верно. Второй раунд завершен. А теперь сухие факты. Во втором раунде вам было задано 44 вопроса. При этом Михаил дал 9 правильных ответов. Владислав. 0. Владислав. Вот и итоги нашей игры. Каковы ваши ощущения? Для такого человека достаточно медлительного, можно сказать, флегматичного. В принципе, викторина была достаточно сложной, поскольку я не привык так быстро думать. Ну и желаем Михаилу удачи. Не знаю даже, представить не могу, что может быть на следующем раунде. А вернее, в следующей игре. И все. Спасибо. Владислав, спасибо, что поделились ощущениями. Это очень важно. А Михаил, а вопрос еще открытый. Пройдет ли Михаил в следующую игру? Потому что сейчас его ожидает третий раунд. Где и определится, собственно говоря, его статус. Владислав, спасибо за игру. Прощайте. До свидания. Михаил, ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, этот большой куш вы сможете выиграть в финальной схватке в конце нашего телесезона. Михаил, что такое Батвини? Пас. Сколько миллиметров содержится в одном метре? 100. Одна тысяча. Олимпийское кольцо какого цвета символизирует Африку? Коричневое. Черное. Как называется эпоха Ренессанса? Возрождение. Верно. Какой официальный язык в Тунисе и Катаре? Пас. Арабский. Как называется самая короткая кость в организме человека? Наковальня. Неверно. Сремечка. При какой температуре по шкале Цельсия замерзает морская вода средней солености? Ноль градусов. Минус два. Для какого двигателя, кроме водяного, не требуется топливо? Ветряной. Верно. Кем по профессии был Квадим Мода, герой романа «Сово парижской богоматери»? Колокольщик. Звонарь. Звонарь. Столетие режиссера фильмов «12 стульев» и «Спортлото-82» отмечал в 2023 году. О ком речь? Эльдар. Стоп, минута закончена. Михаил, как ваши ощущения? Есть некие разочарования от моей игры, но, по крайней мере, очень рад, что поучаствовал. Готовились ли вы к нашей игре? И какие области знания для вас были самые удобные? Может быть, в каких-то областях знания у вас больше? Я старался готовиться к этой передаче. Но, конечно, основными, так скажем, областями знаний, в которых я как-то руководствуюсь, да, как-то вот осведомлен, это естественные науки, химия, физика, биология, математика, хотя на нее, конечно, глупые ошибки порой были. Ну и вот, честно говоря, искусство, культуру, может, литературу, кино нужно подтянуть. Михаил, при этом на вопрос, сколько миллиметров содержится в одном метре, вы ответили 100, хотя верным ответом была 1 тысяча. А это вы можете каким-то образом прокомментировать? Я очень торопился отвечать на вопрос, поэтому как-то сбился с колеи и ответил, что да, действительно, моя ошибка, переволновался, поспешил. Но, конечно же, тысяча я сразу же потом понял через буквально миллисекунду. Наверное, перейдем к статистике. За время третьего раунда я задал вам 11 вопросов, вы дали только два верных. Вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. Благодарим вас за участие. До свидания. До свидания. Это Ума Палата. Чем удивят нас следующие игроки? Узнаем прямо сейчас. Это игра Ума Палата. Место, откуда можно уйти не только самым умным, но и богатым. Тот, кто сможет сегодня одолеть своего соперника, тот, кто окажется не только умнее, но и удачливее, сможет вырваться в финальную схватку за денежный приз в 100 тысяч рублей. Имя этого счастливчика мы узнаем в конце нашего сезона. А пока представим наших сегодняшних игроков. Пожалуйста. Меня зовут Терехова Лена, я предприниматель. Здравствуйте, Федоров Евгений. Я сопровождаю фронтальную систему в одном известном банке. Насколько я знаю, Лена, вы страстный игрок в квиз. Насколько успешно вы играете в эти игры? Очень успешно. А как вы готовились к нашей игре? К вашей игре я готовилась, просмотрела различные тикток-ролики на знания, на всякие исторические факты. Я надеюсь, это мне поможет. То есть вы своей сильной стороной считаете историческую область знания? Нет, моя сильная сторона – это математика. Понятно. Евгений, насколько я знаю, вы тоже являетесь опытным игроком в квизы. Как вы считаете, тот опыт, который имеется у вас, поможет вам сегодня? Думаю, да. Поможет. А на обычный квиз игры игроки как обычно настраиваются? Как готовятся? Можно сказать, что читают Википедию. Вы считаете, что Википедия есть тот источник, из которого можно подчеркнуть соответствующие знания? То есть то, что Википедия является свободной энциклопедией, которую можно редактировать, буквально каждый, вас не смущает? Нет. Понятно. Правила нашей игры. В игре есть три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за выход в финал. В третий раунд выйдет только тот игрок, который даст наибольшее количество правильных ответов. Проигравший же покинет нашу игру. А теперь жеребьевка. В этом ящике находятся два шара, красного и синего цвета. Вам нужно будет вытянуть. И, конечно же, постараться вытянуть красный шар, потому что обладатель именно этого цвета сможет ответить на вопросы нашего первого раунда первым. Приступайте. Красный шар. Евгений, вы будете отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы будем приступать. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Начинает Евгений. Итак, первый раунд. Евгений, столица какой страны расположена реки Нил? Египет. Египет. Лена. Кто был императором Рима с 54-го по 68-й годы до нашей эры? Пас. Нерон. Евгений, в каком году люди вывели на орбиту первый спутник? В 59-м. В 57-м. Лена. Кто открыл пенициллин? О. Томасом. Александр Флеминг. Евгений, кто стал самым титулованным гимнастом в истории в 2010-х годах? Симона Байлз. Лена. Кто автор теории относительности? Эйнштейн. Эйнштейн. Евгений, в какой страны вы вели петухов с трехметровыми хвостами? Китай. В Японии. Лена. Как называлась операция вторжения Германии в Советский Союз во время Второй мировой войны? План Барбаросса. Верно. Евгений, в каком веке предположительно началась бубонная чума в Европе и Азии? Тринадцатый. В четырнадцатом. Лена. Как назывался современный Стамбул в Турции, когда он был столицей Византийской империи? Константинополь. Верно. Евгений, сколько правил записано в кодексе Хаммурапи? Раз. Двести восемьдесят два. Лена. Единица измерения мощности? Ватт. Ватт. Евгений, когда сутки короче, зимой или летом? Зимой. Одинаково. Лена. Гренландия была колонией какой страны до 1981 года? Англия. Дания. Евгений, когда первый многоразовый транспортный космический корабль отправился в космос? Шестнадцать. 2016. В 1961 году. Лена. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, но можно измерить? Пас. Температура или время? Евгений, кто такие бражники? Пас. Бабочки. Лена, кто был первым человеком, переплывшим в Ла-Манш? Пас. Мэтью Уэбб. Евгений, какая обезьяна считается самой крупной? Горилла. Верно. Лена, как назывался Бангладеш до обретения независимости? Бутан. Восточный Пакистан. Евгений, сколько людей в год приносили в жертву Ацтеки? Пас. Двести пятьдесят тысяч. Лена, с начала Земли прошло четыре ООНа. Как называется эпоха, в которой мы живем? На вечное время. Время вышло. Правильный ответ. Фонарозойский, ЭОН. Итак, первый раунд завершен. Евгений, каковы ваши ощущения от первого раунда? Ну, разброс сложности вопросов очень большой, мне кажется. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь болеет за вас? Да, конечно. Мои родители, жена, дети. Родителям, жене и детям будет ли сыр за отца в первом раунде? Да. Очевидно, да. Лена, каковы ваши ощущения? Очень интересный вопрос, и некоторые вещи я вообще впервые слышу, поэтому прикольно, мне понравилось. Лена, какой вопрос вам запомнился больше всего, показался более интересным? Про Восточный Пакистан. Мне кажется, это... То есть вы не знали ответа? Нет. Ну что же, давайте перейдем к статистике нашего первого раунда. В течение первого раунда вам было задано 23 вопроса, при этом Евгений правильно ответил на два из них, а Лена на четыре. И это означает, что именно Лена будет отвечать на вопросы второго раунда первой. И значит, у Лены будет явное преимущество. Правило второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки этого игрока. А значит, если победитель первой игры будет на все вопросы отвечать правильно, то он не даст сопернику ни единого шанса. Проигравший по итогам двух раундов покинет эту игру. Евгений, Лена продолжают схватку за главный приз нашей интеллектуальной игры в 100 тысяч рублей, который выиграет самый умный в уме палаты. Финалист определится по итогам всех отборочных этапов в конце нашего телесезона. Лена, какое небесное тело в результате коллапса может стать черной дырой? Квазар. Звезда. Евгений, в какой части света находится гора Клеменджара? В Европе? Африка. Лена, назовите основную единицу работы энергии, количество теплоты в системе СИ. Джоуль. Джоуль, верно. Сколько городов, кроме Санкт-Петербурга, находится на берегах Невы? Ноль. Три. Евгений, какой американский кинорежиссер снял фильм «Этот безумный-безумный-безумный мир»? Пас. Стэнли Крамер. Лена, какой продукт представлен сортами арабика и робуста? Кофе. Верно. С какого местоимения начинается текст Конституции Российской Федерации? Я. Мы. Евгений, сколько лет Пенелопа ждала возвращения Одиссея? Тридцать лет. Двадцать. Лена, в день рождения какого поэта отмечается праздник, день русского языка? Пушкина. Верно. У какой из восьми планет Солнечной системы самая маленькая масса? Уран. Меркурий. Евгений, в каком мультфильме звучит песня про чудо-остров Чунга-Чанга? Пас. Катерок. Лена, великим магистром какого рыцарского ордена был император Павел I? Пас. Мальтийский орден. Евгений, к какому отряду млекопитающих относится енот? Пас. Хищные. Лена, какое химическое соединение имеет формулу H-хлор? Хлорид. Соляная кислота. Евгений, в какой части речи относится слово физкульт-привет? В какой части речи? А приветствие? Междометие. Лена, назовите исполнителя главных ролей в фильме «Служебный роман». О, нет, пас. Френдлих и мягков. Время. Итак, второй раунд завершен. Лена, как вам ощущения от этого этапа нашей игры? Ну, так же, как и от всего. Очень прикольно, потому что некоторые ответы у меня просто из недр моего разума всплывали. И оказались правильными, на удивление. То есть вы удивлены тому, что дали столько ответов? Да. Как вы считаете, что вам позволило все-таки так себя проявить? Очень быстро. Короче, быстрые ответы, скажем так. Потому что некоторые, я все-таки правильно и знала, но давала неправильно. Например, с Меркурием. Я знала правильный ответ, но решила сыграть на быстроту. Вы знали правильный ответ, но решили дать неправильный. Да. Понятно. Евгений, как ваши ощущения от игры? Ну, не знаю, очень переволновался я. Да, это было заметно. Скажите, пожалуйста. Из головы все вылетело. Какие вопросы вам показались наиболее сложными? Ну, вопросы не сложные, по сути. А как же элементарнейший вопрос о енотах, которые все-таки являются хищниками. Вы не очень владеете областью знания биологии? Да нет, просто смутил вопрос. Чем он вас смутил? Ну, одновременно простотой. И я пытался понять, что делают еноты. То есть виноват во всем енот. Понятно. Ну что же, давайте лучше перейдем к фактам и к нашим результатам. Всего вам было задано 16 вопросов. Правильно ответила Лена на три из них, а Евгений на, очевидно, ноль. Это означает, что именно Лена проходит финал игры «Ума палата». Евгений, каковы ваши ощущения, все-таки будет и родителям, и жене, и детям стыдно? Надеюсь, что нет. То есть вы уповаете на их благосклонность и любовь к вам. Ну что же, спасибо за игру и за ваши ответы, видимо, не всегда правильные. До свидания. До свидания. Лена, ровно одну минуту я буду задавать вам вопросы, вы отвечаете. Если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой курс вы сможете выиграть в финальной схватке в конце нашего телевизионного сезона. Лена. Пас. Ехидно или утконос, как называют воробья, окончившего консерваторию? Пас. Соловей, кого превратилось в чудовищие сказки «Аленький цветочек»? Принца. Верно. Отвар, изготовленный из цветов этого растения издрели, помогал при лечении ангины и кашля? Ромашка. Верно. Как называются три чрезвычайно важных законы Исаака Ньютона? Пас. Закон о движении, как называлась глобальная дирцессия, длившаяся с 2007 по 2009 годы? Великая кризис. Верно. В каком году было подписано Парижское соглашение? Пас. В 2015-м назовите прибор для измерения давления газа? Пас. Монометр. Что такое микология? Наука о бактериях. О грибах. Испечи никакой. Я не успеваю задать вопрос, время закончилось. Лена, как вам сегодняшняя игра? Классный опыт. Я впервые на телевикторине. И мне понравилось. Скажите, можете ли вы описать спектр эмоций, чувств, которые вы переживаете сейчас, после того, как ответили на вопросы третьего раунда? Я радуюсь, что наконец-то все это закончилось. Итак, за время игры я задал вам 14 вопросов. Вы дали мне только 5 правильных ответов. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. До свидания. Спасибо, тем не менее, за прекрасную игру. Спасибо, Дмитрий. Прощайте. Goodbye. Это Ума Палата. Смогут ли наши следующие участники вырваться в финальную схватку и побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей? Узнаем на следующей неделе.